Девушки отдыхают Пока не начнешь слушаться, никаких тебе передач про зверей Так не честно Давайте лучше перед сном вместе кино посмотрим Все нормально? Не знаю, шея побаливает Сделаешь мне массаж? Ну что, уютненько, с кем я буду спать? Со мной, имею ввиду, во сне могу приобнять А ты чего такая грустная? А, я понял, по дедушке соскучилась, да? Она просто устала очень И мы тоже Ну пойду я с Зевсом погуляю Винс, составишь мне компанию? Он не нагулялся еще? Ему надо в туалет А я хотел с тобой поговорить Ладно, пошли Мы скоро Зевс, пошли ко мне Если что, я не в обиде Ну, что ты принял сторону, Мишель Видимо, я действую тебе на нервы Вы оба и так на взводе Ты что, это решил меня поучить, как обращаться с женой? Насколько я помню, свою ты бросил Да нет, нет, нет Я спасибо хотел сказать за эти месяцы Я счастлив, что узнал тебя заново Увидел Зою Я рад, что у нее есть, дед Знаешь, что самое поганое Когда живешь с опухолью в голове Наверное, страх Понимаешь, что конец близко И ничего не можешь сделать Впервые в жизни у меня проблема От которой я не могу убежать Но вообще Я про муки совести Бесконечные угрызения Я пропал на 30 лет Не представляю, как вы с мамой Не совсем справлялись вдвоем А мне надо было только обдолбаться И послать мир к черту Как тебе вообще пришло в голову Что без семьи жить лучше? Я бы без жены с дочкой давно Не знаю Наверное, я просто не хотел обязательств Когда завел семью Чувствовал Ловушки Себя Гони за тебя Меня душила ответственность Это одно и то же Прости меня, сын Знаю, я не заслужил твоего доверия Но у меня к тебе просьба Слушаю Врачи говорят Мне осталось жить пару лет Ну, ясное дело Точно никто не скажет В общем Ты обещал Подбросить меня до Талсы Там мои друзья Но... Говори уже, Джим Что бы ты сказал Если бы я попросился Жить к вам С Зоей и Мишель Ты серьезно? Полгода назад Я даже не знал Жив ли ты А... А теперь ты хочешь... Я не хочу умирать в больнице Хочу быть с родными Ну, господи Ладно Поговорю с Мишель Правда? У меня нет слов Спасибо Ну, идем отмечать А, привет Пригнали твою машину Ты прав Гаечным ключом и изолентой Тут дело не поможешь Сколько с меня? Нисколько Вы же гости На задний двор заезжай Э, ты еще что? На пол! Живо! Я сказал На пол! Вот молодец Подождите Не надо звать на помощь Нет! Вам выехали Зря вы это сделали Выехали Эй! В чем там проблема? Неважно Бежим скорее Должно быть здесь Фигася Атлас орнитолога Круто Надо спешить Дэйл! Я нашел! А где Где кот? Ну давай! Дэйл, я кот потерял. Кого потерял? Да ладно. О, Тайлер тебя убьёт. А? Ладно, будем по старинке. Надо уходить скорей. Надо делать, что я говорю. Нет. Беккери! Чёрт. Не беси меня, ты понял? Если не откроешь сейф, всей семье хана. Чёрт. Что? Это Ромеро. У меня тут 13506. Норквуд Драйв 28. Пришлите людей. Шериф, отряд уже выехал. Скоро будут. Надо уходить. Он вернулся раньше. Что у вас там было? Наш мелкий спас мою шкуру. Вот что было. Деньги взяли? Нет, не успели. Да чтоб вас. Держитесь. Держитесь. ГОВОРИТ ПЕ vectors. Тут. Родинга. Вык. Родинга. 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 Сука! Я думал, мы у свалки уже оторвались. Они видели, что мы сюда свернули? Точно нет. Они бы остановились. Так, слушайте, мы вас не тронем, и деньги ваши тоже. Нам просто надо ненадолго где-то залечь, а потом мы поедем дальше. Так что давайте без глупостей, и все будет нормально. Ясно? Ясно? Мы будем слушаться. Хорошо. Это я и хотел услышать. Слышь! Успокой собаку! Успокойся, Зевц. Давайте просто угоним другую тачку и поедем в противоположном направлении, пока они не заметили. Рискованно. На трассе могут быть посты. И что? Откуда им знать, что это мы ограбили? У нас ведь денег нет в багажнике. Винс, надо что-то делать. А что делать? У них пушки. Вот пушки, и надо забрать, чтобы нам головы отстрелили. Господи, Джим, это же не кино. Нельзя оставаться. До ночи можно. А потом рванем через пустыню. Других вариантов нет. Нет, надо сразу валить. Оружие! Тихо. Успокойся. Брось, сказала! Ребят, не то чтобы я ее хорошо знаю, но с ней явно лучше не шутить. Тебя не спрашивали. Это уж точно. Я дважды в неделю хожу на стрельбище. Джойс, если у тебя палец дрогнет... Придется их отскребать со стен. Ну, можно ведь и без этого обойтись. Ребята загнали себя в угол. Если сейчас помочь им выбраться... Еще не хватало им помогать. Рожи покажите. Я сказала, сняли маски. О, господи. Братья Холт! Это вы в нас врезались? Пол! Бери ружье! Я... Прости, я не могу. Пол! Ты серьезно? Ты! Бери пушку! Держи его на прицеле. Поверь мне, ты об этом пожалеешь. Ты же в жизни пушку в руках не держал. Я быстро учусь. Еще раз тронешь мои вещи, пожалеешь. Ну что, спрятал фургон? В сарае на заднем дворе. Тайлер, они же нам ничего не сделали. Сделают, если смогут. Вы с Дейлом пока приглядите за ними. Мне надо позвонить. Это я. У нас проблема. Мотель «Сон в пустыне». Ты думаешь, я сам их знаю? Короче, все, уроды. Идите туда, к столам. Парни. Вы... Вы хоть что натворили-то? А, президента убили. Ха! Скажи, брат. Ты, значит, средний брат. Который в воспитательной колонии сидел. Заткнись, сука! А что? Весь город в курсе. Чусь, не надо. Говорят, весь в папашу своего пошел. Еще один паршивый холд, который по жизни все портит. Вот так порчу? Или вот так? Слушай, ну... Ну, давай без этого. Давай ты заткнешься. Заткни ему пасть. Ясно? Это пес. У него звук не отключается. Дейл, он просто боится. Да насрать мне, что он боится. Пусть уже заткнется. Зевс, 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 помнишь меня? Я сказал, пасть ему заткни. Дейл, ты что делаешь? Показываю, кто ты босс. Щенка пристрелишь? Ну, ты же смелый. Ты же пацану в школе челюсть сломал. А ты давай не веркай. А то что? Мне тоже в морду зарядишь? Или сразу пристрелишь? Зевс, тихо. Джойс, пожалуйста, не провоцируй. А что? Этот молокосос школу не окончил и считает себя крутым. Так, я же тебя послушал. Теперь ты меня услышь. Пожалуйста. Пожалуйста. Ладно. Тише. Ну, не бойся. Хорошо. Вот и молчи. Что тут происходит? А так, никаких проблем. Ладно, решено. Сидим тут еще час, а как стемнеет, едем. Чего, целый час? Стоп. Почему у них столько вещей в машине? Кто еще с тобой едет? Только на этот раз не в Риме. Только я и отец решили покататься по стране, узнать друг друга заново. Для двух мужиков многовато вещей. Он правду говорит. Здесь только он и старик. Видишь, только один номер занят. Ты мне не нравишься. По глазам же вижу, что ты сейчас обоссышься. Скажешь, не так? Ты ничего обо мне не знаешь. Да что ты? Да. Зато я вижу, как ты изо всех сил корчишь из себя крутого. А ты дерзкий папаша. По крайней мере, на словах. Там коп. Что делать будем? Это большой Сэм. Купит газировки, поболтает и уйдет. Джей, назад! Иди с ним. Избавься от копа. Ты понял меня? Понял, босс. Вы двое. Не открывайте пасти. Тогда все закончится быстрее. Ты идешь со мной. Привет. Здрасте. Здорово, Сэм. Пол, как дела? Да, потихоньку. Как батя всегда учил. Не гони, а то въедешь в стену и пикнуть не успеешь. А где Джойс и ее пацан? Наверху? Ну, Эш к другу пошел с ночевкой. А Джойс приболела. Неделю уж лежит. Сачо, тут сегодня синий фургон не проезжал? В нем трое парней. Может, видел? Не. Я с утра тут сижу. Как вам сон в пустыне? Ну, неплохо. Да. Джойс хорошая хозяйка. Так вы один или с компанией? Да вот, с отцом вдвоем. Вечер добрый. А, ну а детское кресло зачем? А? Я видел вашу машину. С калифорнийскими номерами. А, так это не моя. Там больше нет машин из других городов. Да нет, мы ее на прокат взяли. А у хозяина дети. Оставил вот кресло. На прокат, значит? А что вас привело в турок? Мы переночевать заехали, а так едем в Миссури. Правда? А можно спросить, почему туда? Жена там выросла, хотя не поэтому. Ладно, да я так спросил. Большой Сэм, ты где? В мотель зашел. Уже возвращаюсь. В общем, мы тут ищем трех молодых придурков. Додумались ограбить дом шерифа. Вот бывает же. Они вооружены и опасны. Если чего узнаете, звоните 911. А кто они? Известно? Нет, они лица скрыли. Ну, чтобы их никто не узнал. Ого, надо же как умно. Джойс, от меня привет. Пап, мама сказала, сегодня можно лечь поздно. Ну, что ты так долго? Не понял, вы кто? Я его жена. А что такое? Жена, значит. Ясно. Вы сказали, вы с отцом вдвоем. Винс, что происходит? Надо увезти отсюда Зои, быстро. Что? Почему? Быстро! Погодите. Диспетчер, это 1742. У меня тут подозрительные обстоятельства. Как можно скорее пришли... Сэм, беги! О, Господи! Смёрт! Ты мне соврал про свою семью и сдал на скопу! Линс, берегись! Стой! Не надо! Так, не лезь! Молодец! Пусти меня! Стоп, стоп! Мамочка! Ты смотри! Больше не боишься пушку в руках держать? Прикажи её отпустить! Ну нет, это так не работает. Винс, лучше отпусти ружьё. Может, хоть раз оставишь игрушку себе? Подумай, тебе это надо? У дочки на глазах. Ну вот, я знал, что ты образумишься. Но я тебе этого так не оставлю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!